Здравствуйте! В эфире программа «Вопреки всему» и я ее ведущая Олеся Слынько. Мы рассказываем о людях с ограничениями здоровья, которые смогли преодолеть себя и доказать, инвалидность вовсе не преграда на пути к желаемой цели. 500 детей научились говорить, более 600 научились ходить самостоятельно в реабилитационном центре Добродея. Этот островок Надежды находится в шахтах. Более 20 лет здесь борются за то, чтобы каждый особенный ребенок смог жить полноценной жизнью. О маленькой стране с большим сердцем, именно так называют Добродея и ее пациенты, расскажет Евгения Слинкина. Что ли там детки делают у нас? Играют в песочек и плавают. Давай с тобой волну нарисуем. Есть детки плавают? Ну-ка давай. Молодец! Времена года в Добродеи изучают на песке. Цель реабилитационного центра – познакомить детей с окружающей средой и помочь в социальной адаптации. Это урок дефектологии. Занятия проходят индивидуально, либо малыми группами. Для каждого ребенка формируется отдельная программа в зависимости от состояния здоровья. У нее проблемы со зрением. Ну вот видите, мы значит на цвета больше обращаем внимание, чтобы это яркость цвета была. Это на моторику, на крупные какие-то детали, чтобы ребенок не ощущал, что она где-то потерялась, понимаете, с ее заболеванием. То есть мы ее окружаем и в то же время мы ее направляем. В Добродеи детей приучают и к самостоятельности. В бытовой комнате воспитанники центра учатся готовить еду, пользоваться микроволновкой, чайником, стиральной машинкой, чтобы могли обходиться без родителей, пока те на работе. Здесь же прививают профессиональные навыки. Вика скоро закончит школу, а в Добродеи помогли определиться со специальностью. Планируют стать парикмахером. Сложных, конечно, не придет, но такие основные, простые. Все не получается. И вот хочется дальше развязаться. Она запрела первый раз. Из двух, да, Ирика, мы пробовали. Она вроде хотела, брала три прядочки, но не получалось. Все. Все. Теперь вот она из трех быстро плетет, даже иногда не смотрит. Занятие в бассейне не просто развлечение, а ежедневная лечебная процедура. Оборудован с учетом потребностей детей. Например, этот подъемник помогает переместить ребенка в воду. Валерии врачи помогают встать на ноги с помощью аквагимнастики. Гидрокинезотерапия помогает улучшить работу мышц и суставов. В основном в Добродее реабилитацию проходят дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. Все меня отдали в бассейн, чтобы я там учился плавать. У меня максимум, сколько я проходил месяц, и уже плаваю не хуже других. Есть в центре медкомнаты для сна, высокочастотной и низкочастотной терапии. Здесь, например, проходят лечебные процедуры искусственным горным воздухом, что позволяет повысить иммунитет. А в этом кабинете пациенты Добродее делают массаж глубоких тканей. Он улучшает кровообращение, обменные процессы, микроциркуляцию. Процедура рекомендована для целого ряда заболеваний. Совершенно различными, да. Много рецептов воздействия. Они заложены в приборе уже. То есть мы назначаем определенную процедуру. Ну, в данном случае контракторы локтевых суставов девочки, а медсестра проводит процедуру. В центре два зала лечебной физкультуры. Здесь дети развивают моторику, выносливость, координацию движений. Максим проходит реабилитацию в Добродее уже в четвертый раз. Всегда тренируется на брусьях и надеется, что скоро сможет передвигаться по центру самостоятельно. Добродее оборудовано всем необходимым для удобства своих пациентов. Установлены пандусы, тактильные дорожки, противоскользящая лента у входа. Следим за новинками и в технических средствах реабилитации, и в стационарных средствах реабилитации. Постоянно база учреждения обновляется, закупаются новое оборудование, которое позволяет детям получить более качественные услуги. Андрей Пирогов – выпускник Шахтинского реабилитационного центра. Впервые попал сюда еще трехлетним ребенком. Сейчас студент бакалавриата, учится на психолога и планирует вернуться в Добродее в качестве педагога. Чтобы поделиться своим опытом и помочь безграничным детям. Слово «ограниченные» в этом центре под запретом, ведь все его пациенты с безграничными возможностями. Например, если вы заходите в трудотерапию, там не только руками сделаны работы, но и у кого нет рук, те могут и ногами делать, и ртом держать кисточку, зубами. Поэтому мы неограниченные способности у нас. Мы мыслим не так, как обычные люди. Рисование, вязание, шитье. Несмотря на свои недуги, воспитанники центра с удовольствием принимают участие во всех творческих занятиях и отлично с ними справляются. У Вики Абдулаевой плохо работала правая рука. Восстановить движение помогло вязание. Не нужно сдаваться, потому что все равно потом поучится. В Добродее оказывают помощь медицинскую, психологическую и педагогическую. Курс реабилитации составляет два месяца. Единовременно здесь могут находиться 55 пациентов. А всего за год лечения в центре проходят более 300 детей со всей области. Реабилитация детей-инвалидов невозможна без участия родителей. И в этом направлении в центре тоже ведется работа. Родители могут присутствовать на всех занятиях. И по ЛФК. Их обучают каким-то первичным навыкам массажа. И принимать участие, в том числе, когда проводится работа с социальными педагогами, психологами, логопедами. Что в последующем, после того, как заканчивается курс реабилитации, конечно, очень помогает им дома. Чтобы пройти лечение в Добродее, нужно подать заявление в электронном или в письменном виде в сам реабилитационный центр, орган соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Из документов предоставить паспорт, свидетельство о рождении, медицинскую карту и заключение. А также заключение о наличии у ребенка инвалидности. Когда личное дело и программа реабилитации будут сформированы, региональное министерство труда выпишет путевку на лечение. Пенсионные фонды на Дону становятся все безбарьернее для людей с ограничениями здоровья. О том, как там реализуется программа «Доступная среда» расскажет заместитель управляющего отделением пенсионного фонда Парасовской области Светлана Жинкина. Если говорить о гражданах с ограничением по зрению, то для них, например, на стеклянных дверях располагаются яркие желтые значки. То есть человек с ограничением по зрению может не увидеть стекло, но яркое пятно он обязательно увидеть. На входе и внутри помещений таблички продублированы шрифтом Брайля. Во многих управлениях при входе расположены тактильные схемы, то есть это схема передвижения. Также в коридорах и на лестничных пролетах расположены тактильные полосы для помощи продвижения гражданам с ослабленным зрением. В местах приема таких граждан используются световые маячки. Для граждан с ограничениями по слуху используются звуковые маячки. И также в местах их приема имеются индукционные панели, которые передают аудиосигналы на слуховые аппараты. Радиус таких сигналов до 10 метров. Для граждан, ограниченных по передвижению колясочников или опорников, используются кнопки вызова. Если человек не может пройти, то он нажимает эту кнопку для вызова специалиста, который либо помогает ему подняться, либо принимает и отвечает на вопросы на улице. В зависимости от того вопроса, с которым он пришел. Если клиентская служба расположена выше первого этажа или нет возможности сделать пандусы, имеются подъемные механизмы, по которым также наши специалисты помогают подняться. Может ли человек с ограничениями здоровья получить услуги пенсионного фонда дистанционно? На сегодня пенсионный фонд продвигается все ближе и ближе к интернету. И, конечно же, очень много разрабатывается сервисов для предоставления гражданам услуг в электронном виде. В большей степени это касается, конечно же, граждан с ограничениями по здоровью. Я рекомендую всем гражданам, в особенности, конечно, инвалидам, прежде чем решить какой-то вопрос в органах пенсионного фонда, зайти на сайт пенсионного фонда, внимательно все изучить или на портал госуслуг, потому что в большей степени ответы на свои вопросы он получит именно там. На сегодня можно подать все виды назначения пенсии в электронном виде. Если касается это пенсионеров, то они могут подать все заявления в электронном виде, увидеть состояние своего индивидуального лицевого счета, записаться на прием в том случае, если действительно посещение нашей клиентской службы необходимо. То есть все услуги, всевозможные, можно найти на сайте пенсионного фонда в личном кабинете гражданина. Сколько граждан с ограничениями здоровья обслуживают пенсионные фонды Ростовской области? И какие выплаты им положены? Органы пенсионного фонда по Ростовской области обслуживают 1 млн 334 пенсионеров. И вот среди них 360 тысяч граждан с ограничениями. Это инвалиды первой, второй, третьей группы, дети-инвалиды с детства, различные виды. Для обращения к нам в пенсионный фонд, что они могут получить? Это страховая пенсия по инвалидности. Следует отметить, что страховая пенсия по инвалидности назначается независимо от выработанного стажа. В том случае, если стажа нет вообще, то назначается социальная пенсия. Кроме того, инвалидам положена ежемесячная денежная выплата. Она соответствует группе инвалидности. То есть ее размер различен. Но в набор каждой ежемесячной денежной выплаты в состав входит набор социальных услуг. Он состоит из трех подразделов. Это бесплатное медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения обратно. И хочу сказать, что граждане имеют возможность выбрать, получать набор социальных услуг либо в денежном выражении, либо в натуральном выражении. Они выбирают это один раз. И вот, кстати, на сайте пенсионного фонда граждане могут посмотреть не только размеры своих выплат, но и посмотреть набор социальных услуг, как они получают. Потому что это беда многих получателей пенсии. Они не помнят, как они получают набор социальных услуг. Тем более, они имеют возможность отказаться от одной услуги и получать две. То есть в натуральном виде получают одну, в денежном выражении две. То есть можно варьировать. В фантастических фильмах экзоскелеты усиливают боевую мощь человека. А в жизни могут восстановить утраченные по болезни способности. Таганрогский изобретатель Игорь Скикевич, придумавший инвалидную коляску для подводного плавания, вот уже три месяца использует экзоскелет. А усилить успех помогает собственное изобретение – вертикализатор. И вот уже есть первые фантастические результаты. Она сама дергается. Вы не оправдаете. Я не оправдываю. Она сама уже хочет опять постоять. Этого Игорь ждал 10 лет. Возможность двигаться мужчина потерял из-за неправильного лечения банального хондроза. Пережил три клинических смерти и кому. Парализованное тело подавало признаки жизни судорогами. И он стал использовать их для передвижения. Просил класть нужные предметы в другом конце комнаты. И пытался перемещаться в момент конвульсии. Упорные занятия через 8 месяцев смог сесть. Стоять не давали слабые мышцы. И теперь им помогает экзоскелет. Беру корсет отдельный. Это определенный корсет, который создан полностью под зеленые слепки, под мое тело. Вот каждая мышца, каждая форма отлита полностью. Говорит, ощущение, как у ребенка, которого ведут гулять. Вертикализатор Игорь сконструировал и собрал сам. Простая конструкция из лебедки, ролика, деревянного щита приводится в действие пульта. Каждый подъем, как выход в космос. Поехали. Иди, попрощайся. Мышцы вспоминают прошлое. И если сначала стоять было невыносимо больно, то сейчас наоборот. Тело этого хочет. И с каждым разом я все дольше и дольше стою времени на вертикализацию. Мне уходит все больше и больше. Если я раньше первое время не хватало на 15 минут, то сейчас уже довожу в двух часов. А задача стоять все 8. Мышцы привыкают к вертикализации. Им надо дать возможность вспомнить себя прежними. Игорь готовит свой организм к ходьбе. Пока в воображении. По часу в день. Проснувшись, я вначале вспоминаю, как я ходил, как я бегал, как я палал, как я катался на велосипеде. До травмы Игорь занимался туризмом. И как любитель японской культуры мечтал покорить Фудзияму. Теперь, вдохновившись успехами восстановления, планирует сделать это на горной коляске, которую сейчас изобретает. Наша программа подошла к концу. Мы ждем вашу историю о людях, которые, вопреки всему, продолжают радоваться жизни и преодолевать себя. Звоните нам по бесплатному телефону 8 800 500 ровно 8 642. И, возможно, ваши близкие станут героями нашей следующей программы. До встречи через неделю!